Дорогие мамы Церкви Свет Жизни, я хочу сегодня говорить с вами о дисциплине. И часто мы думаем об этом, когда мы разговариваем о детях и воспитании детей. Но в моей жизни я заметила, что Бог, я думаю, что все мои опыты жизни, Он использовал материнство, чтобы дисциплинировать меня. И когда мы становимся мамой, то сразу или не сразу мы чувствуем давление. Потому что открывается для нас очень-очень много новых обязанностей. И чем больше наши дети растут, чем больше мы чувствуем давление над собой. Потому что больше и больше своя свобода исчезает. И это так, как должно быть. Я хочу немножко сначала говорить, что такое дисциплина. Потому что дисциплина и наказание, они разные. Наказание это просто человек делает что-то плохо и есть наказание. А дисциплина это очень большое слово и очень большой смысл в этом. Дисциплина, например, я иду в кухню или в ванну, и я там включаю кран. И течет воду. И я могу так сказать, что эта вода, она дисциплинированная вода. Потому что вода, она просто лежит. Или в речке, или в колюже, или под землей. Она просто лежит. Но мы так сделали, что через давление и через эти трубочки эта вода течет к нам. Он может быть и горячий, или холодный. И у неё для нас полза. Мы включаем, есть вода. Можем мыть посуду, можно, что хочешь, руки мыть. Можно туалет чистить. Но эта вода, она дисциплинированная вода, чтобы принести ползу. Когда есть спортсмен, например, спортсмен или балерина, они, это видно, настолько они дисциплинированные. Потому что они смотрят за того, что они кушают, как они пьют. Они тренируют часами, каждый день, чтобы быть хорошими спортсменами или тот, который они есть. Это жизнь, где очень видно, что это дисциплинированные люди, чтобы достигать их нецелой. Поэтому это смысл дисциплины. Мы встаем, мы чистим зубы. Это одна дисциплина. Мы читаем Библию каждый день. Это дисциплина. Мы ходим на собрания каждое воскресенье. Это дисциплина. Мы делаем то, что мы должны делать. И сама процесс дисциплины, Библия написана об этом в Евреям, 12 глава. Я просто хочу объяснить, что там на русском очень часто переводится наказание. И это слово, это дисциплина. Это не наказание именно, это целый смысл дисциплины. Если мы смотрим там на греческом. Поэтому можно читать и можно читать дисциплина. Бог нас дисциплинирует. И то, что происходит с евреями, они проходят гонение. И они, когда у нас трудности и давление, это может быть наказание или нет. Я не хочу глубоко копаться в этом. Но когда у нас давление и трудности, и вокруг нас есть искушение грешить, тут в Евреям написано две крайности. Нам нужно убежать две крайности. Одна крайность – это ожесточать сердце. Мы это не хотим сделать. И вторая крайность – это просто вздаваться. Мы не хотим и не это, и не это. Нам нужно понять, что дисциплина Бога – это для нашей ползе. И вот тут очень хорошо написано, как это полезно для нас, когда Бог нас дисциплинирует. Это очень полезно для нас. И я просто хочу вам ободрять, мамой. Потому что я просто помню, когда я, особенно в первые годы, столько искушений вокруг меня каждый день, и столько обязанностей. И я не привыкла, я не была привыкла к этому. И это неприятно видеть, настолько я грешу. Мне неприятно это видеть и это чувствовать. Но Бог использует материнство, чтобы нас дисциплинировать. Например, Он использует материнство, чтобы учить меня говорит с нежностью и с любовью, когда я рассерживаю, когда я гневаюсь. Когда я гневаюсь, Бог дисциплинирует меня, контролирует себя и не грешит, когда я гневаюсь. Бог использует материнство и все эти обязанности, и это давление, и всё, что есть в нём. Он использует это, чтобы дисциплинировать меня, чтобы я была и терпеливая, и нежная, когда раздражают меня. Это просто пример. Иисус, Он был самый совершенный дисциплинированный человек. Он знал, когда молиться, и Он молился. Он знал, когда общаться с Богом, и Он общался с Богом. Это все дисциплины, которые мы должны иметь тоже. Люди его раздражали, не принимали, не поняли, и Он не гневался. Он не грешил. Я могу сказать, Он не грешил в ответе. Было время, когда Он гневался правильно. Он не грешил в гневе. Он столько служил. Это была дисциплина служить людям, отдать себя для людей. Он дисциплинировал себя совершенно. И через материнство Бог нас дисциплинирует, чтобы мы стали больше и больше, как Иисус. И я хочу ободрить вас, что надо просто взяться за это время и воспользовать это время. Надо воспользовать это время для нашего освещения. Нам нужно просто охватывать это время, принимать это время, чтобы Бог нас дисциплинирует. И мы можем сказать, Бог, мне неприятно, это больно, это трудно. Но я хочу, чтобы ты... Я просто смиряюсь, и я принимаю, что ты меня дисциплинируешь. И я хочу жить, как Иисус. И ты используешь все эти детали. Ты используешь для моего освещения, чтобы дисциплинировать меня. И я просто ободраю вас, что это настолько важно и настолько полезно. Сейчас Андрей, он проходит для меня самый раздражительный период. У него три года, и я несовершенно с ним поступаю, но я настолько наслаждаюсь в нем, так как раньше я не могла бы наслаждаться в этом. Это все меня раздражало с первыми детьми, но спасибо Богу, что я просто... Он меня... Бог меня смирил в этом, и Он учит меня любить своих детей каждый день в этих деталах. Я несовершенная, но Бог учит меня, и сейчас я могу... Проходит этот трудный период, я могу больше наслаждаться в этом, потому что этот плод, плод дисциплины, она сладкая, и мирная, и праведная, и то, что написано, как Бог работает в нас, чтобы принести плод праведности. И мы можем потом наслаждаться с этими плодами. Есть любовь, есть терпение, где раньше это не было. И я просто хочу вас ободрять, что Бог это делает. Это Его воля для вас, и Он работает в ваших сердцах, и это важно, что мы это принимали, и принимала Его дисциплина. И потом мы можем... от нашего дисциплины мы можем дисциплинировать наших детей. И особенно с примером, потому что это самое главное, кто мы есть перед Богом. Хорошо. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok